друзья туристы рад вас приветствовать меня зовут игорь я ведущий менеджер по туризму компании турист харьков несколько дней назад я вернулся из региона хургада вспомнил чемоданом тех вещей которые меня всегда просят привести из египта друзья родные и близкие цель этого видео рассказать вам об ограничениях которые вели власти египта на вывозы страны популярность среди туристов товаров а также предостеречь вас от дорогих подделок любимых семи манго теперь можно привезти из египта в количестве не более 5 килограмм на одного пассажира причем если вам на рынке его упаковали в картонную коробку то такая коробка должна быть помещена внутрь регистрируемого багажа но никак не вручную кладь об этом нас предупреждает авиакомпания azure air аптечные лекарственные препараты второй по значимости товар которые наши туристы закупают запасом на родину из-за отменного качества египетской фарминдустрии и тут тоже действуют ограничения вывозить можно не более 5 упаковок одного лекарственного препарата но это не означает что вы можете набить целый чемодан лекарственными препаратами придерживаясь правила пяти упаковок таможник непременно этим заинтересуется и расценит как вывоз с коммерческой целью багаж конфискуют будет наложен штраф а затянувшиеся разбирательства непременно приведет к тому что туристы опоздают на свой чартный рейс который улетит без них ну и в топ-3 рейтинг товаров покупаемых египте конечно же попадают качественные лекарственные масла и ароматические субстанции но тут я должен вас предупредить о многочисленных подделках запомните три важных правила как выбрать качественное лекарственное масло первое правило многочисленные лекарственные масла продаваемые мелких лавочках магазинчиках и возле отелей на 90 процентов являются фальсификатом второе качественные лекарственные масла действительно стоят дорого потому что они только холодного отжима и третье правило качественные лекарственные масла не могут продаваться в пластиковых лаконах если только это небольшие объемы для расфасовки что же нужно делать чтобы купить качественные масла которые пойдут на пользу вашему здоровью запомните что монополистом на продажу масел холодного отжима являются только государственные фабрики качественную продукцию одну из таких я вам сегодня представляю эта продукция фабрики нефертити запомните именно нефертити не нефератуте не неферитити как можно встретить в мелких лавочках а именно нефертити покупать данную продукцию лучше всего фирменных магазинах фабрики которые есть и в шарм-эль-шейхе и в хургаде как их найти спросите отельного гида однако купить масло бренда нефертити можно и в мелких лавочках тоже но запомните они стоят дорого и нужно проверять целостность и оригинальность упаковки торговцы будут вас убеждать что вся продукция у них качественная и только холодного отжима но это не так горячий отжим не запрещен государством для мелких частных производителей и позволяет из того же одного килограмма семян получить не 100 миллилитров масла а 500 но такой продукт не будет нести полезных фармакологических свойств в магазинах фабрики нефертити вам предложат огромный выбор натуральных масел и трав а также мед черного тмина кристаллы свежести духи и ароматические масла цветочные фруктовые древесные все можно продегустировать втереть понюхать попробовать и конечно же получить консультацию специалиста самыми популярными маслами которые туристы привозят из египта является масло черного тмина и масло семян моркови обратите внимание на оригинальность их упаковки масло черного тмина используется народной медицине как уникальное средство против многих заболеваний украинские туристы знают что именно масло черного тмина восстанавливает иммунную систему является сильнейшим иммуномодулятором очищает организм от шлаков и солей для общего укрепления организма рекомендуется употреблять натощак одну чайную ложку черного тмина это суточная доза которую не следует превышать противопоказанием применению является беременность и трансплантация имплантация органов первая категория болезни при которой применяют масло черного тмина это повышение иммунитета и раковые опухоли категория вторая это лор заболевания третья категория относятся всевозможные дерматиты способ применения здесь прост аккуратно натрите маслом черного тмина пораженные участки тела при аллергиях кожных и хронических заболеваниях утром по одной чайной ложке плюс протирание больного места зарубежных медицинских изданиях часто появляются статьи о феноменальных свойствах масла черного тмина исследовались его бактериальные свойства по сравнению с четырьмя сильнейшими антибиотиками факты бесспорно приводят восхищение морковное масло после масла черного тмина идет вторым по популярности морковное масло особенно необходимо при катаракте и возрастной макулярной деградации глаз она усиливает сумеречное зрение и ощущение света при нехватке витамина у человека неизбежно ухудшается зрение нормализуется внутри глазное давление улучшает состояние слизистых оболочек глаз морковное масло полезно работникам офисов и всем кто много времени проводится компьютером особенно детям повышает остроту зрения позволяет лучше адаптироваться к различному освещению снимает усталость глаз применять его нужно по одной чайной ложке один раз день курс приема растягивается от 1 до 3 месяцев вот такой баночки 200 миллилитров хватает как раз на курс приема 3 месяца немаловажно что морковное масло защищает организм от облучения и табачного дыма ведь каротиноиды отличное оборонительное оружие против разрушительных свободных радикалов поэтому при его приеме нормализуется работа печени надпочечников морковное масло необходимо при упадке сил малокровии при недостатке витамина а хочу познакомить вас еще с лимонграсс лимонграсс самая популярная в азии трава которую можно найти повсеместно в качестве приправы заварки не путайте лимонграсс лимоником это два совершенно разных растения по вкусу лимонграсс это смесь лимона и имбиря многие любят лимонграссовый чай исключительно за его необычный вкус и аромат и мало кто знает что при этом такой напиток является кладовой различных веществ лимонграсс оказывает антиоксидантное действие противовоспалительный эффект и успокаивающие свойства улучшает здоровье полости рта повышает уровень эритроцитов мочегонное действие тоже за ним замечается лимонграссовый чай незаменимое средство при простуде чтобы приготовить чай из лимонграсса в домашних условиях нужно всего два ингредиента лимонграсс и вода нарежьте стебли и положите в заварник залейте водой желательно не крутым кипятком оставьте напиток настаиваться минимум пять минут а лучше на 10-15 незаменимая находка в таких магазинах это кристаллы свежести препятствует росту бактерий прекрасно нейтрализует запах пота в отличие антипреспирантов кристалл свежести не закупаривает потовые железы без запаха может быть использован членами всей семьи мужчины женщины подростки не оставляя следов на одежде покрывают кожу невидимой защитной пленкой которая нейтрализует запах бактерий течение 24 часов использовать его просто нанесите на чистую влажную кожу обязательно влажную мужчинам рекомендуется использовать после бритья чтобы до момента следующего использования кристалл не пересыхал его нужно обязательно убрать в пакет при следующем использовании снова смочите его водой благодарю за просмотр этого видео но для меня куда ценнее будет ваша подписка